Говорит мяу. Мяу! Здравствуйте, друзья! Намасте! Продолжаем репортажи из Индии. Вы смотрите канал India Magic TV. С вами я, Олег. Это третье видео о велосипедной поездке по индийской глубинке в районе Большого озера в нескольких километрах от легендарного городка Путапарти, того самого, в котором находится Прошантини-Лаям, Большой Ашрам, Шри Сатья-Саи-Бабы. Я нахожусь сейчас в районе интересного храма в деревне Котта-Чуруву. Деревня Котта-Чуруву расположена прямо на берегу вот этого водохранилища, вот этого озера. Как я уже сказал в предыдущем видео, пейзаж этой деревни мне очень напоминает остров из игры Far Cry 3. Начало этой поездки, друзья, вы сможете посмотреть в предыдущих двух роликах на моем канале. Здесь у нас 8 колонн вот таких. Поддерживают потолок. Каменный. Палка, чтобы отгонять. Обезьян, наверное, язычка. Сюда приходят обезьяны. Так, мои кроксы стоят в тени. Ну и, конечно, нужно подняться вот сюда наверх, вот в это место. Потому что я видел, здесь люди поднимаются, приезжают специально сюда, на рикш, чтобы подняться. Я, наверное, разуюсь. Хорошо ходить босиком. Вот как здесь. Тоже красивые камни. И там храмик наверху. Ой, горячо, однако ходить босиком. На солнце оно нагрелось. Тут еще как смотровая площадка на озеро. Отсюда открывается прекрасный вид на все озеро. Так, а что там? Пещера. Смотрите, друзья. Ничего себе. Я сюда пролезу. Пещерка. Ой, как здесь прохладно и хорошо. Такое ощущение, что отсюда дует ветер. Но здесь отсюда не может дуть ветер, потому что там ничего нет. Я хочу сюда. А, нет, там проход. Там проход есть. А между камней проход, смотрите. А оттуда дует ветер. Вау. Как здесь обалденно сидеть. Я, смотрите, друзья, я в настоящей. В настоящей пещере медитационной. Тут такой сквозняк, как кондишка. Очень прохладно и приятно. Так, я здесь тоже посижу, помедитирую какое-то время. Здесь как раз место, чтобы поместиться человеку. Вот, можно расстелить какой-нибудь спальный мешок или матрас и спать здесь. Укрыться от дождя. В общем-то, если закрыть чем-то вход, вот так, какой-нибудь пластиной такой, то это жилье фактически. Я вот посидел здесь минут десять в этой пещерке. Друзья, она маленькая совсем. Видите, камни нависают над головой, но здесь нет вот этого ощущения клаустрофобии, что на вас что-то давит сверху. Я бы вот сидел здесь, наверное, час бы с удовольствием просидел. Ну, надо бы ползать на карачках. Выползай отсюда. Опа. Айди. Так. Вот она. Видите? Пещерка. Ну, там венечек есть, выметают оттуда мусор периодически. И здесь смотрите, чьи-то стопы. Видите? Стопы. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Много-много-много-много-много-много-много ступней. Такие стопы. Так. Мы все-таки надо подняться в храм. Всегда. И здесь открывается обалденнейший вид на озеро. Сверху. Кошка. Кс-кс-кс. Какая красавица. Кошечка. Кошечка. Индийская кошечка. Кс-кс-кс-кс. Еще первый раз такую кошку вижу. Кэт. Кэт. Били. Били. Эй. Эй, иди сюда. Эй. Красавица. Вот она какая. Да не бойся ты, я же тебя не обижу, что ты боишься. я тебя поглажу. Вот так вот поглажу. Тебя хорошая. Вот она. Она мурчит, друзья. Мурлыкает. Вот она. Мурлыкает. Говорит мяу. Мяу. Мурлахет. Гуду. Мяу. Мурлахет. Да она трется обменя. Смотрите, ты что там трёшься об меня, котелька? Надо же здесь встретить такую кошку. Удивительно. Миша бы полюбил сразу эту кошку. Она чем-то похожа на ту, которую Мишу обравили, но она белая. Я хочу такую кошку. Миша бы полюбил. Миша бы полюбил. Миша бы полюбил. Куф. и здесь смотрите друзья здесь мы уже видим озеро видно все в это озеро такое спокойное место умиротворяющий можно вот так походить вокруг храма пари храмы сделать маленький храмик совсем маленький вот такой озеро вон дорога по которой я ехал видите там гора с раскрашенными камнями дальняя и вот эта ближняя гора это тоже гора с раскрашенными камнями вот вторая второй пик отсюда но только раскравка в ту сторону противоположную отсюда и здесь у нас озеро интересно прямо в озере стоят вот эти столбы и электрические провода идут над водой фантастика 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 а бутапартия с какой стороны? потому что там получается бутапартия да получается бутапартия вот туда и в остальном есть и и и и и и или объехать еще вот так вокруг. Мне понравилась та дорога, по которой я приехал вдоль озера. Наверное, я по ней поеду. Ай, очень холодно. Горячий асфальт, вот этот пол. Да, классное место. Классное. И видите, я успел, дядечка закрыл. Вот он там живет, смотрит за этим местом. Смотритель. Вот он закрыл, и кошка за ним бегает. Кошечка за ним ходит. А-ха, смотрите, интересно. Это его кошка. Красивая кошка, необычная, мраморная какая-то. Она ко мне идет. Ну иди сюда. А кошка охотится там в урундучок. И она за ним охотится. В фотоаппарате, которым я снимал, разрядилась батарейка. И я так и не снял, чем закончилась охота. Но я думаю, что, скорее всего, охота закончилась ничем. В урундучок от кошки убежит. Здесь вот можно сходить к берегу, в принципе. Вот здесь спуститься, и там берег этого озера. Тут мусорка. Приходится по мусорке. А был когда-то такой парк приятный. Видите, здесь скамейки каменные. Такие всякие штуки. Интересно. Ну зачем же вот бросать мусор там, где ты находишься? Ну вот я заметил, что если урны стоят, вот специально какие-то контейнеры для мусора, то люди не бросают мусор там, где они стоят. А если нету никаких урн, то, конечно, они бросают. С собой они не повезут мусор, чтобы где-то выбросить там, в другом месте. Ну вот я и подошел к озеру. Видимо, вот это водокачка, потому что там гудит мотор, слышно, и труба идет вот. Труба куда-то туда вверх. Забирают воду отсюда, через это устройство. Здесь какое-то подобие песка. Можно даже посидеть на берегу. Небольшие волны. Вода теплая. Теплая водичка. Это, видимо, захоронения. Вот эти штуки. Мусульманские, наверное, захоронения. Исламские. Мусульмане тоже не сжигают. Они делают вот такие захоронения. Гробницы. Да, это кладбище здесь на берегу. А не парк. Вот еще дорога. Вот по этой дороге я могу. А? Путапартик. Он говорит, можно здесь доехать. А может, я по этой поеду, потому что по той я уже ездил. Там классная дорога, но я думаю, что я приеду еще на то место. Хорошее место, озеро. Как я раньше. Сюда не приезжал никогда. Ну, без велосипеда надо рикшу брать потом. Потом рикша вас привезет. И здесь уже только пешком ходить вокруг. А расстояния-то они немаленькие здесь. В общем-то. Такие. И сейчас я вот поеду. Велик возьму. И поеду вот так. Дальше как бы туда. До Путапартик. Навигатор показал 7 километров отсюда. Вот, я возвращаюсь. Видите? У этого храмика есть ворота. Такие. Вон он, мой велик стоит. Вышка похожая на вышку Far Cry 3. Моя любимая игрушка Far Cry 3. У меня много любимых игрушек. А сейчас я себе поставил на компьютер старенький Скайрим. И иногда, знаете, так перед сном минут 15-20 я провожу в мире Скайрима. Еду я обратно в Путапарти. Жарко. Вот когда на велике нормально едешь, так как-то ветром обдувает. Но вообще жарко в это время. Дня. Я представляю, как здесь летом, если сейчас самое прохладное время, солнышко так пригревает. Хорошая дорога. В общем, я поехал вот в эту сторону. Дядечка там, вот этот смотритель храма, он сказал, два пути есть в Путапарти. Вот эта дорога и туда, в обратную сторону, по которой я приехал. Говорит, Two Ways. Но поскольку там-то я уже ехал, мне интересно проехать там, где я еще не был. Вот по этой дороге. Поэтому едем пока без навигатора. смотрим, что здесь есть. Справа от меня гора опять. Красивая вот такая Путапартиевская, как здесь. Эй, что такое? Цепь. Что-то у меня заклинило там. Нет, все нормально. Полицейская машина проехала. какая-то с мигалкой. Справа впереди дядечка с буйволами. Сайрам. Интересный такой дядечка. Знаете, в очках такой, как бы на интеллигента похож такого, но в юбке и с коровами. И такой мне интеллигентный такой Сайрам, Сайрам. Справа интересная гора. Впереди красивая дорога. Чего не кататься вот по такой дороге. Это в удовольствие просто кататься и смотреть, что тут есть. Под горой очень много мелких храмиков таких, небольших храмиков. В каждом храмике таком какие-то божества. И здесь людей немного. Довольно пустынно. машин немного. Вот еду на велосипеде хорошо. С удовольствием кручу педаль. Вон справа опять стадо овец. Ой, овец, говорю, это козы, стадо коз. И вон дядечка, вот он, это пастух, видите, пастух. сайрам. Путапартии здесь вей? А, thank you, сайрам. Говорят, да, это дорога в Путапартии. Я хочу в Путапартии к себе, в гостиницу. Ну, кстати, не особо я и хочу пока возвращаться. Вот, когда я еду на велике, ветром обдувает и хорошо, но когда я там ходил около храма просто пешком, ух, как солнце припекало. Хорошо, что я в кепке. Здесь автобусы даже ходят вот эти. Вероятно, междугородний автобус какой-то между деревнями циркулирует. Да, слева все еще озеро от меня. Ну, вот я вижу Путапартии на горе, там музей довольно-таки далеко, на противоположной стороне озера и там еще нужно будет проехать. Да, километров семь точно ехать здесь. А может быть и больше по этой дороге, я не знаю. Не включаю навигатор, вот как есть. Как будет, так и приеду. Тетенька идет, вот куда она идет. Сидела бы дома, нет она, Сайрам. Куда-то идет. Ладно, я еду, снимаю. Я тут ни разу не был в жизни в этих местах. Хотя в Путапартии кучу раз было, а вот в этих местах никогда не был. Подушка лежит на земле. Просто садитесь на эту подушку, медитируете, потом идете дальше. А вон там под деревом раскладушка. Можно поспать. Все условия. Классно. Здесь еще лучше дорога, вот в этой части озера. Ну, а справа вот под горой справа поля. Ничего больше нет, кроме полей. Что-то выращивают. Ну, и слева вот поля такие красивые. Справа более сухие поля такие, а слева ближе к озеру более зеленые насаждения. Ну, хорошо я сегодня проехался. Да, очень. А то все компьютер, еда, сон. Вон в рикши человек 15 едет индийцев. Они мелкие все, худые. Здесь на юге очень худые они. И их вот в эту рикшу вместе с детьми человек 15 набивается в эту рикшу одну. На севере кстати тоже много. Эти рикши, которые между Матхурой и Вриндаваном там тоже по 10 человек. Вот пустая поехала. Я смотрю здесь на полях если что-то выращивают обязательно такие фонтанчики стоят которые брызгают но поливают эти растения потому что без этого все сгорит под этим солнцем. Воздух очень сухой сухой и все сухо сухой климат сухой воздух конечно мне это нравится я люблю сухой воздух но для растений это плохо и чтобы что-то выращивать такое нужно это все заливать водой постоянно поливать иначе все погорит у вас и вот им приходится вот я вижу они выращивают ставить эти фонтанчики крутящиеся такие и только так оно растет подъемчик а вон справа по-моему железная дорога надо же там насыпи железная дорога какая-то узкоколейка все хорошо но когда пить хочется я не взял с собой воды и купить здесь негде кстати я смотрел по карте пока сидел там в храме достал навигатор достал телефон посмотрел по карте ближе до до станции до железнодорожной станции прошантинилоям железнодорожной станции откуда я приехал ближе от озера чем до самого путапарти слева от меня какой-то храм с тремя куполами справа вон продают арбузы папайя арбузика хочу вот что я хочу я сейчас куплю арбуз и вместо того чтобы пить я съем арбуз о прошантинилоям рейлвей стейшн получается что я приехал на жезро станцию что ли смотрите вот я приехал на жезро станцию ну давайте заедем на жезро станцию прошантинилоям получается что я по этой дороге мимо жезро станции все я сориентировался где здесь я наверное куплю себе что-то попить сейчас на жезро станции должно быть вот отсюда я приехал на рикши а здесь я сел на рикшу на станции и поехал в путапарте это было уже ночь темно что 8 вечера было 9 сейчас я найду здесь что-нибудь такое попить водички водички вот такая станция видите здесь какая станция я не ожидал что попаду я станции я сделал такой большой 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 круг я совершил вот здесь можно билеты покупать кстати на поезд тоже вот я на платформе друзья очень хорошая станция здесь а в путапарте чистенькая мало людей тут но я ни одного киоска не вижу есть вон там киоск впереди он закрыт на замке на лопату закрыт а вот есть рефрешмент room рефрешмент room IRCTC это кафешка железнодорожная вот здесь что-нибудь я куплю сейчас мы мы дем Kṛṣṇa да есть ты 壹шк хорошо видно камер камера а что тебе кук Retom нам как м это камера да эта камера м рас cease камера камеры Спасибо. Так, вот мне надо ее выпить, потому что положить мне ее некуда. Никакого багажника у меня нет. Или попросить у него мешочек. Вот отсюда я буду уезжать, друзья, уже, наверное, в Дели. Я думаю, я возьму билет и поеду отсюда во Вриндаванр. Может, я еще, конечно, съезжу где-то здесь, куда-то, но, наверное, уезжать буду отсюда. Все очень удобно. Рядом, близко все. Прекрасная станция чистая, замечательная станция. Пандусы есть, вот на велике хорошо прям. Опа, по пандусу. Так, наверное, выключу видеокамеру, посижу, попью. Скажите, привет. Скажите, привет. Как ты назвал? Снеха. Снеха? Снеха. 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 Как будто бы я приехал на поезде и еду в футапарте на велосипеде. Правда, налегке. Напился этой колы. Нормально, зато сейчас легко стало. Она, гадость, конечно, это кола, но она бодрит очень сильно. Меня, по крайней мере, она на меня ободряюще действует. Я просыпаюсь сразу. Так, и едем, друзья, едем в футапарте теперь уже, в железнодорожной станции. Получается, что вот она, дорога есть такая, в другую сторону. Получается, я, выходит, я сделал огромный круг. Я поехал в другую сторону от футапарте совсем, в противоположную. И в итоге сделал большой-большой круг по окрестностям. Наверное, может километров, ну не знаю, километров два точно я проехал. В общей сложности. Сделал огромный круг по окрестностям и вернулся сюда. Вернулся сюда, вот в футапарте возвращаюсь с этой стороны уже. С противоположной стороны. Через ЖД-станцию. Интересно получилось. Это вот хорошо, когда есть велосипед у вас. Вот вы можете так кататься здесь, как вам вздумается. Здесь вот 7 километров от ЖД-станции. Это я уже смотрел на карте. Здесь 7 километров до футапарте, до моего места. Сайрам, сайрам. Сайрам, сайрам. Ом, сайрам. Сайрам, сайрам. Тут уже я знаю дорогу. Я тут много раз ездил на викши с железнодорожной-то станцией. Поэтому уже не нужен никакой навигатор. В общем-то. Да и вообще получается здесь не особо нужен навигатор во всех этих окрестностях. И иметь его при себе неплохо. Если вы где-то так вот знаете, уже не уверены. Включил, посмотрел, взял правильное направление, едешь дальше. Полезная штука. Как там кто-то. У стругацких, по-моему, да, это высказывание. Любая. Достаточно развитая технология. Для менее развитого ума выглядит как магия. Вот эти наши смартфоны сейчас. Можете себе представить лет 30 назад такой смартфон. Если бы мне показали смартфон, который сейчас обыкновенный. Ну, скажем, как мой вот недорогой Samsung. J6. J6. У меня Samsung. Показали бы мне хотя бы даже такой телефон лет 30 назад. Я бы сказал, что это магия. Это что-то инопланетное. А сейчас к этому все привыкли. Ну, смартфон. В общем-то, такие волшебные вещи становятся обычными. Мы перестаем ценить это все. А попробую сейчас лиши у нас этих смартфонов. Лапти и лучину. Никто же не хочет этого. Озеро, конечно, мне понравилось. Оно большое такое, красивое. Ухоженное. Я вот сейчас еду уже. У меня возникла мысль. У меня возникла мысль об еде. Что же я поем, когда приеду? Я хочу момошек. Момо. Я даже не знаю, сколько времени сейчас. Понятия не имею. Надо посмотреть. Может быть, я попадаю в шрамную столовую. Конечно, там я момо не поем, но все равно там хорошо. В северо-индийской хорошо. Я в прошлый раз, вчера я пришел пообедать в северо-индийскую столовую. Уже к закрытию. Ну, по времени там обед заканчивался. Почти все съели. Йогурта не было этого лати. И ложки закончились. Но все там, кто тоже поздно пришел, они покупали еду эту. Ну и без ложек ели руками. Я такой думаю, нет. Да не хочу я есть руками. Все-таки я себе вытребовал там ложку. На кухню пошел, говорю, дайте мне ложку. В конце концов, мне дали ложку. Смотрите, какой справа огромный красивый шиволингом. Вау! Ничего себе! Какой шиволингом! А как туда подъехать, интересно, можно к нему поближе? Что это такое вообще? Ну-ка, что там написано? Праджапта Брахма Кумарис. Брахма Кумарис здесь? Ну, Брахма Кумарис, я знаю, это одна из таких, одна из индуистских сект. Ну, то есть в том плане, весь индуизм состоит из различных сект, маленьких и больших. Вот Брахма Кумарис, это одна из таких международных организаций. Хорошо тут по этой дороге ехать. Утапарти. Я скоро буду проезжать госпиталь. Вот этот мега госпиталь Сатья Сайбабы. Знаменитый на весь мир. В этом госпитале все бесплатно. Можно сделать операцию на сердце, операцию на мозге, говорят, можно сделать совершенно бесплатно. Где-то в США такая операция может стоить от 50 до 100 тысяч долларов. Здесь можно эту операцию сделать бесплатно. Ну, не знаю, насколько это правда, делал ли кто-то такие операции себе, но по крайней мере, говорят, что это так. Врать не будут, как говорится. Вот этот супер госпиталь Сай, вот он справа от меня сейчас, я его проезжаю. Это супер госпиталь, так он и называется, супер госпиталь. Ну что ж, дорогие зрители, с супер госпиталем Сатья Сайбабы мы познакомимся в следующем видео. А я сейчас с вами временно не прощаюсь. Подписывайтесь на канал India Magic TV. Оставляйте ваши комментарии. Чем больше, тем лучше. Это помогает продвижению канала и видео. Вступайте в нашу открытую группу в Facebook по ссылке в описании. Там же в описании вы найдете мой профиль Instagram. До свидания. Всех благ. Намасте. До свидания. До свидания. До свидания.